Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяна Молокова. 27 января уже завтра в Центре развития Маутинбайка пройдет открытое первенство и чемпионат Чувашской Республики по фитнес-аэробике и еще открытая спартакиада школьников по фитнес-аэробике. Сегодня мы будем говорить об этом с президентом федерации Оксаной Вербиной. Оксан, добрый вечер! Добрый вечер! Оксана, расскажите, пожалуйста, что это за мероприятие и какие цели оно преследует? Ну, это мероприятие чемпионата первенства Чувашской Республики является официальным соревнованием, что является отбором в сборную Чувашской Республики. То есть по итогам данных соревнований дети отбираются по возрастным категориям в сборную Чувашской Республики. Это дает первый старт для участия в официальных соревнованиях привозка федерального округа. После привозка федерального округа уже участвуем на чемпионате России, с чемпионата России на чемпионат Европы и чемпионат мира. Любая федерация по виду спорта, конечно, ставит перед собой вот такие глобальные цели, чтобы идти к ним и, естественно, достигать. Это очень важно, потому что это рост спортсменов, рост федерации, рост опыта тренеров и дальше уже также популяризация развития данного вида спорта. Ну и опять же разговоры. Мы говорим о Чувашской Республике и представляем своими спортсменами нашу любимую Чувашскую Республику. То есть я так понимаю, что в сборную Чувашской Республики попадут победители этого чемпионата и первенства? На привозке федерального округа попадают победители, то есть это призеры, первое, второе, третье место. Но, значит, по решению федерации отбираются только лучшие команды, команды, занявшие первое место. Какие у нас возрастные категории в фитнес-аэробике и, не знаю, сколько команд, в принципе, участвуют вот в таких соревнованиях, сколько уже зарегистрировались, наверное, на первенстве чемпионата Чувашской Республики? И зарегистрировалось 70 команд. Это очень отрадно, потому что в каждой команде участвует по 8 спортсменов. И, естественно, это 500-600 человек только спортсменов. А есть еще бабушки, дедушки, друзья, которые тоже придут поболеть за своих детей, безусловно. Ведь у нас возрастные категории начинаются с 8 лет. Уже с 8 лет присваиваются юношеские разряды. Это популяризирует и развивает массовый спорт. Также возрастная категория 11-13 лет, кадета юниора 14-16 лет и возрастная категория, очень интересно, 17 и старше. Это уже, наверное, профессионалы такие, да? Девчонки, которые в 17 лет остаются в этом виде спорта, они действительно очень профессиональные спортсмены. Они технически хорошо подготовлены и морально, потому что духовное состояние, дух спортсмена, он должен быть выработан, то есть стержень. Бывает зачастую так, что приезжая на любые соревнования, в стенах дома они выступают хорошо, а выходя совершенно на неизведанной площадке, они начинают, вот я их не узнаю. Мандраж. Да, вот это очень важно, когда человек не чувствует этого мандража, и он комфортно себя представляет и достойно отрабатывает ту программу, которую мы поставили дома. В каком формате будут проводиться соревнования? Квалификации или сразу финалы? Формат таков. Три тура. Отборочный тур, полуфинал и финал. И мы проводим в три тура, действительно, это немножко, может быть, для спортсменов тяжело, потому что нужно выступать три раза. Но когда столько команд, нужно обязательно отобрать лучшую команду, это действительно сложно и тяжело. Но к финалу отбирается шесть команд, и в призовое место входят три команды. Из них, конечно же, по решению федерации выбираются команды на дальнейший путь, на дальнейший старт. Ну и еще интересно, вот меня зацепило в анонсе данного мероприятия, что это спартакиада школьников по фитнес-аэробике. Начнем с того, что в этом году наша федерация фитнес-аэробик Чувашской республики выиграла президентский грант, и мы этим очень гордимся. Это массовая зарядка «Залог здоровья для всех» название данного гранта. И в него вошло четыре ступени. Первая ступень – это семинары, которые мы провели безвозмездно для всех садиков, для школ. Мы поделили по районам – Московский, Ленинский, Калининский. Садики мы охватили практически 100%, школы – 30%. Хотелось бы немножко подтянуть, чтобы школы более активно участвовали в семинарах, которые проводят критованные федерации по видам спорта. Это им только в плюс пойдет. Я думаю, что это еще и с законом о физической культуре, в уроках физкультуры и в школах. Третий час физкультуры, да. То есть третий час физкультуры сейчас рекомендован как по видам спорта. Есть виды спорта, которые массовые, которые доступны, нетравмоопасны. И они, конечно, будут полезны для наших деток. Вот это очень важно. Когда дети могут выработать навыки уже в стенах школы и дальше пойти в те или иные кружки. Пускай это будет плавание, волейбол, баскетбол, шахматы, фитнес-аэробика. Это ведь предоставляется возможность попробовать ребенку те или иные направления. И за счет этого федерация, которая популяризирует и развивает на территории субъекта России свое направление, в частности Чувашская республика, придут новые спортсмены для того, чтобы дальше мы могли выбрать лучших спортсменов, для того, чтобы они защитили честь и достоинство. Ну, некая ротация, да, и выбираем сильнейших для того, чтобы звучать, чтобы Чувашская республика, фитнес-аэробика Чувашской республики звучала на Ростове. Конечно. Для этого мы используем все пути. Вот один из них – это грант. Первая, как я уже сказала, первая ступень – это семинар. Вторая – проведение спротекиады школьников Чувашской республики и города Чебоксары. То есть все, кто прошли семинар, они выставляют свои команды для того, чтобы отобрать лучшие команды, что они действительно поняли данное материало и перевели все это на свою работу. И третий, четвертый этапы? Третий этап – это выработка программ по урокам здоровья. То есть мы пойдем в школы и будем, ну, на примере каких-то выберем экспериментальные школы, и дальше будем читать урок, будет называться урок здоровья, где мы также постараемся осветить, что спорт нужен, также предложить или направить детей, что вот у нас есть направление фитнес-аэробика, то есть как вид спорта, направление аэробика, степ и хип-хоп. Для мальчишек хип-хоп очень актуален, они с удовольствием идут на уличные танцы. Для девочек это хореография, растяжка, пластика, это аэробика, то есть он, во-первых, эта дисциплина, она и не дорогостоящая. Там нужны только хореографические залы, все, это есть в любой школе. И ведь мы можем это все сами прекрасно внедрить и дальше двигать. Ну да, не нужен дорогой инвентарь, не нужны дорогие костюмы, ничего. Да, зато ребенок будет у нас отвлечен от компьютера, ребенок будет заинтересован в чем-то. И активен. Да, и это, вот это главная миссия наша, чтобы дети занялись спортом, чтобы здоровый образ жизни был не на словах, а на деле. Вот это главное. Ну и четвертая ступень наша, это определение площадки, то есть мы планируем создать площадки, экспериментальные площадки, чтобы этот проект заработал. То есть это будут четыре школы, выбранные в федерации, и уже на базе этих школ будет уже дальше внедряться этот проект. Данный проект у нас идет шесть месяцев, но мы рассчитываем, что он продолжится и дальше. Ну и в спартакиаде школьников, вот сколько команд тогда участвуют? Я так понимаю, прошли семинары, они все изучили, они заинтересовались, сколько заявились, сколько еще могут заявиться? А значит, если мы берем школы, то 22 команды заявилось на сегодняшний день. Я в 10 часов не успеваю быть, в течение дня. Пожалуйста, до 6 часов. До 6 часов. Вход свободный, плюс ко всему делится на три части, программа вся висит на сайте Минспорта. В часу до 6 начинаются чемпионаты первенства Чувашской Республики, отбор на привозки в федеральный округ. Отлично. Спасибо большое. Я думаю, что зрителям действительно стало интересно, потому что фитнес-аэробика в Чувашской Республике хорошо развивается, благодаря усилиям нашей гости. И зрители придут, и я напомню, что сегодня мы говорили о предстоящем в субботу 27 января чемпионате и первенстве Чувашской Республики по фитнес-аэробике, а также о спартакиаде школьников по фитнес-аэробике. Встретимся в Центре развития маутинбайка уже завтра. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok